Колечко, колечко, кольцо, давно это было давно. Итак, в те далекие времена, когда трава была зеленее и вообще было лучше, чем сейчас, в одном тридевятом государстве, компашка гномов искала у одной горы давно спрятанную закладку, но вместо релаксирующего порошочка обнаружили, что гора под завязку набита драгметаллами и брюликами. И недолго думая, гномы вызвонили знакомого нотариуса и записали такую перспективную гору на свое имя, основав прямо в ней город Перебор. И странно, что после такой сомнительной юрсделки, гномов до единого не перебили более влиятельные правители, как только узнали, что они нашли такой неиссякаемый клондайк, когда любой нормальный правитель того времени должен был собрать большую команду отмороженных юристов и через коли режущие доводы объяснить гномам, что гора ему от дедушки в наследство досталась. Но особенно непонятно, почему у гномов при неограниченном количестве золота, безопасность в городе хуже, чем в привокзальном туалете. Ведь когда самая главная опасность исходит от драконов, для которых золото как «Личный сорт героин». И которые уже не раз пытались отсудить город себе. И никто не поставил против них мощные зенитки, когда уже один крестьянин соорудил работающий прототип. И жадность фраера сгубила. Как-то в полдень объявляется дракоша, разминает свой огнемет на соседнем городке и вообще без проблем переписывает все имущество Эрибора на себя. Ведь гномы настолько овечки, что даже пожалели денег, чтобы сделать стены и ворота более нерушимыми. И это когда помимо золота, они отличные литейчики. И тут город давно должен был обшит 10 сантиметровым слоем железа. И после блокировки всех щитов, гномы стали зарабатывать на пропитание чисто на случайных колымах. Потому что богатейшие жители Средиземья, на случай вот такой ситуации, не хранили часть активов на офшорах. А также не догадались попросить какого-нибудь мага-наемника, за небольшой процент от золота уработать дракона. Не понял. Ну или нанять несколько крутых чемпионов Raid Shadow Legends. Разработчики только что представили совершенно новую игровую фракцию. Приготовьтесь к встрече с Войнами Сумрака. Войны Сумрака окутаны тайной. Считается, что они родом из самых дальних уголков восточного континента, что находится за пределами серных троп. Последние несколько сотен лет находились под жестким гнетом демонов. Только в последние несколько месяцев они освободились от Усайрота и открылись другим фракциям. Они благородные? Да. Зло? Уже нет. Они хорошие? Время покажет. Путь этой фракции только начинается. Встречайте новичков в игре. Мне, например, приглянулось Оборо. Класс Атака. В арсенале аж пять навыков. Имеются как атакующие, так и защитные. Еще и в наличии воскрешения. Если такую девчонку правильно прокачать, то ее черта с два кто завалит. Но нужны древние осколки. Поэтому я в компанию выполнять ежедневные задания. Чтобы получить осколки и выбить себе из них такую красотку. Рейд только что отметил свой двухлетний юбилей. И прямо сейчас проходит множество юбилейных мероприятий и турниров. И получить в свои руки бесплатные подарки и награды. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 600 инсталлов. Так что чего вы ждете? Прямо сейчас переходите в описание под видео. Сканируйте QR-код. Качайте рейд только по моим ссылкам. И в качестве нового игрока получите 3 древних осколка. 50 рубинов. 100 тысяч серебра. А также крутого чемпиона Йотуна в качестве бонуса. Но зато спустя несколько десятилетий. В те времена, когда одному из лучших стратегов Средиземья. Стукнуло всего 10. А Фродо Бэггинс еще только бультыхался в яйцах своего отца. Убить дракона догадался Гендальф. Когда обнаружил, что наличка на марихуану стремительно заканчивается. А средиземские СМИ зуб дают. Что в Эрибор уже как бы можно возвращаться. И закрывать депозиты. Воронов видели летящими обратно к горе. Как и было предсказано. Когда древние птицы вернутся в Эребор. Правление зверя закончится. А это точно известно? Поэтому Серый Дед собирает отряд из 12 гномов. У которых хватило лишней хромосомы. Идти отжимать золото у дракона. А в качестве пушечного мяса. Которое должно проникнуть в город и все разведать. Ушлый Гендальф берет знакомого хоббита. И словно военкомат положив болт на его мнение. Говорит, что срочную службу он проведет в его подчинении. Что ж, решено. Это будет полезно для тебя. А меня порядком развлечет. Я сообщу остальным. Посмотри. Какой наглый ублюдок. Правда, как Гендальф думает с 12 гномами. И одним хоббитом сражаться с драконом. Который своим многогодичным перегаром. Испепеляет все в радиусе 30 метров. Непонятно. Ведь он мог одолжить у кореша Эрланда. Его волшебное кольцо. Под предлогом избавиться от крыс. Завалить в одиночку дракона. И загробастать все золотишко себе. Но для разума Гендальфа. Это слишком трудоемкая задача. И спустя несколько месяцев. Отряд коротышек валивается к Бильбо. Решать как им вернуть свое имущество. Когда у дракона матушка прокурор области. И так как огнерылый сменил замки на главных воротах. Проникнуть в город придется со двора. Главные ворота запечатаны. Прохода в гору нет. А вот здесь мой милый балин ты ошибаешься. Откуда он у тебя? Его отдал мне твой отец. Да. Отец у Ториана больной баран. Рассадал ключ от черного входа Гендальфу. А не родному сыну. Который должен стать королем Эрри Бора. И даже не сказал ему про то. Что имеется тайный ход. Но что самое шизофреническое. Узнать где расположен вход можно только прочитав древние руны. Которые могут прочитать только древние эльфы. Если мы найдем его. Но гноми двери невидимы когда закрыты. Хотя батя Ториана знал где расположен вход. Но когда отдавал ключ Гендальфу. Почему то не сказал ему. Видимо всей душой желал. Чтобы сынок как следует поебался. Прежде чем завладел городом. И разъяснив всю матчасть. Гномы передают Бильбо контракт. По которому за его помощь. Ему отойдет неплохой куш. Которого хватит чтобы открыть шаурмишную прямо на Красной площади. Но так как есть 99% шанс самому оказаться с шаурмой в пасти дракона. Бильбо съезжает с финансово выгодного предложения. Но обнаружив утром просрочку по ипотеке. А в карманах у него хрен ночевал. Он по шустрому собирается. И вливается в отряд юных предпринимателей. Которые отправляясь отжимать золото у дракона. Нарядились будто на рыбалку. Ни на ком нет даже огнеупорного костюма или геля. А некоторые интеллектуалы вообще додумались взять с собой рогатку. Против мать его огнедышащего дракона. И само собой тучу километров до горы нужно идти пешком несколько недель. Когда в средиземье уже давно работают яндекс орлы. Которые доставили бы их горе в течении суток. И когда драконьи закуски присели перекурить. Их находит орк гвардия. Выслеживающая именно Торина. За то что когда-то при дележке имущества. Он отрубил любимую руку их боссу. И лишил его возможности снимать стресс. За что нетолерантного цвета орк. Объявил Торина в международный розыск. И когда орки прямо сейчас могли устроить облаву. И взять всех гномов тепленькими. Решают устроить план перехват только через несколько дней. Потому что проводить арест без ордера видите ли не по закону. И так как путешествовать без девочек. И беспроводной колонки не особо весело. Отскоки Гендаль с Торином решают посостязаться. Кто из них более недоразвит. Первым начинает Торин. Который на предложение Гендальфа заскочить к эльфам. Чтобы те прочитали руны на карте. У нас есть карта. Которую нам не прочесть. Элронд нам поможет. Отказывается. Из-за того что эльфы когда-то не вписались за гномов перед драконом. И гордый но бедный Торин. Лучше теперь поцелует в задницу тролля. Чем обратиться к эльфам. Не замечая очевидного. Что без наводки от эльфов. Он хрен когда найдет проход в Эррибор. И вместо того чтобы вправить Торину мозги ударом посоха. Гендальф включает обидку и сваливает. Когда прекрасно знает. Что гномы без него даже лопух для сортирки найти не смогут. И первой же ночью гномы это доказывают. Ведь когда они должны быть крутыми воинами. Прошедшими кучу битв. Но все мы воины. Все до единого. Они не услышали как в пяти метрах от них. Неповоротливые тролли. С кому не изделили несколько лошадей. А когда два гнома с Бильбо обнаружили их поляну. Нет бы позвать остальных. И толпой что-то придумать. Они за непонятный фиг отправляют только Бильбо все разруливать. Да. Поспеши. Но все мы воины. Все до единого. Пиздобу. И так как Бильбо в торопях перед путешествием. Забыл всунуть в голову мозг. То не стал отсиживаться в кустах. А пошел прямо на глазах у троллей возвращать транспорт. А в случае обнаружения притвориться носовым платком. Но вариант так себе. И за секунду как из него приготовили бы хобичатину. Со словами наших бьют. Подгребают гномы. И сразу демонстрируют что Гендальф нашел их на первой помойке. Ведь когда к заточке оружия они должны относиться как солярыч к бритью своего черепа. Мечи у них настолько тупые. Что даже помидоры не разрезать. Не то что троллю серьезную рану нанести. А когда верзилы хватают Бильбо. Все сдаются. Потому что когда может умереть только один хоббит. Они решили помереть всем отрядом. Везет что тролли попались им из отряда тупоголовых. Которые не смогли разжечь нормальный костер. И не стали следить за рассветом. При котором превращаются в камень. Плюс очень вовремя возвращается биженка Гендальф. И ускоряет отход ко сну всех громил. И пока семейка троллей отцепается к ночной смене. Гномы-беспредельщики нашли их хату. И сразу же принялись ее обносить. Прикарманивают немного золотишка. И находят топовый лут прокачанный до максимума. С которым шанс добраться живыми до горы увеличивается на пол процента. А на выходе из пещерки. К ним подъезжает на яндекс кроликах. Корифан Гендальфа. Радагаст. Который в поисках места под плантацию галлюциногенных грибов. Зашел не в тот район. И наткнулся на темного гопника. Который воскрешает мертвых. И заставляет отжимать все ценное. Некромант вернулся. Это че за хуй? Серьезный хер короче. И так как использование магии без лицензии запрещено. Радагаст подбивает Гендальфа. В срочном порядке написать коллективное заявление в полицию. На черного хулигана. Кем является старый знакомый Средиземья Саурон. Который вместо того чтобы сидеть в Мордоре. И наращивать свой военный контингент. Шарится по каким-то заброшкам. И пристает к случайным пенсионерам. Но вызвать Средиземного участкового. Старики не успевают. Орки получили ордер на арест. И вернулись за гном бригадой. И чтобы полу мужиков не повязали. Радагаст включает на Яндекс кроликах режим погони. И нарушая все правила ПДД. Отвлекает Оргвардию. И походу орки выписали себе через Валберес. Крем от загара. Рас свободно стали передвигаться при солнечном свете. Ну а Гендальф воспользовавшись случаем. Под шумок ведет отряд через тоннель. Прямо в столицу эльфов. На подступах к которой нет ни одного охранника. Видимо эльфам совсем пофигу. Что через тоннель к ним незаметно может проникнуть отряд черных риэлторов. Всех перерезать и отжать прикольный городок. И если сначала гномы были готовы драться со всем городом. То после предложенной им жрачки и выпивки. Резко подобрели им. Эх жаль что через 60 лет Саурон не знал. Что мог нанять большую армию гномов. Всего лишь за кусок стейка. И пенисный пивасик. Вечером главные мужики идут к Эрланду просить прочесть карту. И посмотрев на нее. Агент Смит радуется. Что родился эльфом. А не гномом. Которые написали карту так. Что ее можно прочесть. Только при условиях нескольких если. Их можно прочесть лишь при свете луны. В той же фазе. И в то же время года. Когда они были написаны. Вообще зашибись идея. Если вдруг приспичило срочно попасть в город. Через запасной проход. То пришлось бы ждать несколько лет. Пока луна встанет в нужную фазу в конкретный день. Но чисто случайно. Сегодня как раз такой день. И Эрланд второй раз радуется. Что не родился гномом. Стань у серого камня. Когда прострекочет дрозд. И последний луч. Заходящего солнца в день дурина. Укажет на замочную скважину. Ужасно сложно. Ибо помимо прочтения карты в конкретный день. Гномы забубенили еще и то. Чтобы дверь в город открывалась в определенный день. Ведь сделать обычную дверь. Которую можно открыть когда угодно. Не позволял интеллект уровня гнилого баклажана. И по ходу именно от таких додиков. Нынешние гномы унаследовали ген дегенерата. Ибо пока Гендальф на партсобрании обсуждал вопрос. Нужно ли посылать опергруппу на поимку некроманта. Гномы рептилоиды. Собрались и ушли без него. Когда в таком важном вопросе. Как дележка имущества с драконом. Маг с профессией юриста. Может сыграть важнейшую роль. Особенно когда они без него даже личинку сбросить не могут. Еще и видимо забыли. Что орк гвардия ищет их в каждом подъезде. И дня не проходит. Как наступают первые последствия. За гнилой посту покинуть Гендальфа с его долей в Эриборе. Ведь не зная нормальной дороги горе. Эти коротконогие пошли по каким-то скалам. Где каменные великаны устраивают по ночам бои без правил. И как раз подоспели к самому разгару боя. Но по ходу битва каменных великанов. Это проделки мистерио. Распадающие со всех сторон глыбы. Не проломили никому голову. Плюс находясь на тонком уступе. На подвижном великане. Никто не улетел в пропасть. А когда великан со всей мощи влетел в скалу. Ни один из героев не превратился в блинчик с мясом. А уже через час. Наступают вторые последствия кинуть Гендальфа на бабки. Ведь гномы не знали. Что помимо великанов. Данная локация еще и кишит гоблинами. И во время ночлега. Они активируют ловушку. Специально построенную. Чтобы ловить вот таких лошков. И так как гномы умеют лишь воровать оружие. А не владеть им. Весь бородатый отряд. Без особого сопротивления берут в плен. Одного Бильбо пронесло. Потому как только он умеет по-быстрому включать чит на невидимость. Но появляется админ сервера. Отрубает читы. И начинает процедуру блокировки нечестного игрока. Но в силу того что Бильбо перед походом. Прошел курсы программирования. Он без проблем отбивается от доз атак. Но обрыв под ногами. Прерывает битву программистов. И в отличии от админа. Бильбо успел себе наколдовать подушку из грибов. И упал без единого перелома. И на втором уровне подземелья. Появляется полубосс шмыга. Который утаскивает админа на котлеты. И случайно теряет прелесть. Хотя зная насколько он по ней тащится. И чтобы ее не потерять. Должен был либо за щекой ее держать. Либо в жопе. А этот колечко. Которое для него важнее. Чем для карбюратыча бритвы джилет. Всего на все. Привязал ниткой к своему подгузнику. И от вида крутого колечка. Пошел не туда где никого нет. А прямо к его хозяину. Чтобы тот узнав о пропаже. Первым делом решил бы выяснить. А не этот ли хоббит его подрезал. Еще и додумался размахивать своим светильником. Из-за чего шмыга его мигом и палит. И не было бы у Бильбо эльфийского кинжалика. То уже через час голум лепил бы из него пельмени. И видимо Бильбо пол жизни провел в психушке. Раздодумался сказать неизвестной злобной твари. Который только что ограбил свое имя и адрес прописки. Бильбо Бэггинс. Ну я хоббит из Шира. Язык без костей. Кошмар. Эх не знает еще этот паренек. Что из-за этого поступка. Через 60 лет навлечет на своего племеша большие проблемы. И хрен его знает. Чего Бильбо хотел от существа. Которого только что обокрал. Но шмыга обнаруживает пропажу колечка. И мигом смекает кто тут крыса. Он украл его. Ебучая крыса. И когда голум за секунду мог догнать хоббита. И перекрыть ему кислород. Он зачем-то включает скорость пенсионера. Еще и настолько сварливо. Что профукивает Бильбо прямо перед носом. И только благодаря тому. Что Саурон снабдил кольцо системой самонадевания на палец. Бильбо став невидимым. Спасается от ибантропа голума. Параллельно с этим. Гном бригаду доставили на съедение. Главному чемпиону по поеданию чебуреков. И за секунду. Как бы им придали вид ливерной колбасы. Дедуля Гендальф с помощью услуги и баш-монтаж. Телепортируется в пещеру. И уже второй раз спасает этих беспризорников. И только после его команды. Гномы активируют боевой скилл. И рвутся в бой. Без совета от деда так и дали бы себя на ремни порезать. И Гендальф красава. Что кинул на гоблинов заклинание мозги исчезайтус. Благодаря чему эти чебурашки. Сами стали подставляться под удары. Бьют кого угодно но только не по гномам. И не могут отпрыгнуть в сторону. Когда Гендальф решил сделать из них кегли для боулинга. А когда на пути появляется мистер холодец. И блокирует дорогу. То гоблины вообще забывают как пользоваться оружием. В итоге серый надрезает холодец без анестезии. И кастанув на трухлявый помост заклинания быстрого лифта. Безопасно спускает отряд в подвал. А далее подключившись к местной сети. Находит в базе данных план выхода из пещеры. Как и Бильбо. Который тоже приконнектился. И также уверенно вышел к выходу. Как два пальца. И только гном банда обрадовалась. Что Бильбо откинулся. И можно разделить его долю между собой. Как тот снимает колечко. И своим присутствием как бы намекает. Что хрен кому отдаст свои бабки. И когда Гендальф срисовал. Что Бильбо заныкал что-то важное. И смекает что именно с помощью этого он выбрался из пещеры. Старый на это забивает. Не думая что вещица может быть заколдована. И Бильбо может потребоваться реанимация. Ну а гоблины из-за того что непрошенные гости. Разнесли ему усадьбу. Еще и папу жиробаса завалили. Сливают их местоположение орггвардии. Которая оперативно отправляет наряд на задержание преступников. И у Гендальфа очень не вовремя сел магический аккумулятор. И поэтому он не поджарил магией овчарок и щей. А приказал и реборцам спасаться на деревьях. И чисто случайно на дереве оказалась мобила. По которой он вызывает Яндекс Орлов. С услугой спасения за секунду до тотального кобздеца. И пока орлы где-то заканчивают предыдущий заказ. Подтягивается генерал орггвардии. Говорит что ему лень возиться с бумажной волокитой. И проще всех прямо здесь закопать в землю. И когда песели начали ломать деревья. Герои не побоявшиеся идти на дракона. Стали сваливать. Потому что им легче навернуться в пропасть. Чем сжать яйца в кулак и попытаться вступить в бой. А далее гномы показывают свою честь. Когда Гендальф из последних сил держит на посохе несколько гномов. Вместо того чтобы помочь их вытащить. И уйти из дерева. Торин врубает пафосно героическую рожу. И идет махаться с генералом. А вся его бригада решила поддержать его на словах. А не мечом в бою. И Торин явно переоценил себя. Раз сначала не смог увернуться от удара собачки. А затем и от удара бледнолицого. Но из-за того что Торин дурак. Но дуракам везет. Он сначала не скопытился от удара булавой по башке. А потом огромная собака не смогла прокусить его тушу. И так как гномы мочатся в штаны. Спасать Торина приходится Бильбо. Поступок смелый но глупый. Ведь он мог надеть кольцо и невидимкой перерезать орков и самого генерала. Чтобы он больше не устраивал им засады на каждом шагу. Он даже не надел кольцо чтобы спастись от огромной овчарки. Хотя нет ни одной причины по которой ему вздумалось держать кольцо в тайне. Ну и когда сейчас всем наступил бы триндец. Яндекс орлы прилетают в точное время заказа. Еще и часть орков скидывают в пропасть. И как при таком раскладе Гендальф не догадался сказать орлам подцепить еще и генерала. И заставить его проверять на себе силу притяжения. Хотя Гендальф скорее всего надышался горящими шишками. Раз когда орлы добросили их до точки до которой хватило денег. Он не догадался попросить их в долг докинуть до Эрибора. До которого всего пару часов лета. Ведь куда веселее идти пешком. Чтобы с бесполезными гномами нарваться на новую засаду орков. Или на более опасных тварей. Объяснить не хочешь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова